А вам случалось, будучи сильно пьяной, делать что-то ответственное, притворяясь абсолютно трезвой? Ну, наверное. Не уверенно, сказала Татьяна, вспоминать десятки таких случаев, какой выбрать. Какой из них выбрать случай, когда было слишком пьяно? Было такое. Было, при том... Ну не на концерте? Да, отменили. Отменили концерт, да? Да. Была очень длинная поездка, это было очень давно, я это помню. Притом, напившись, вернее, сначала я потеряла голос, а потом, ну, прилично выпили, пока ехали в автобусе. И, естественно, пришлось переносить, потому что был такой случай, это был город Тамбов, как сейчас помню. Уже давно не было никаких наездов, особо тогда, уже в те времена 90-е уже так заканчивались. Но мы попали в такую ситуацию, когда пытались взломать дверь в моем номере. У меня была сестра со мной. Поклонники? Настойчивые. Вы знаете, я думаю, что просто перепутали, потому что с оскорбительными словами пытались взломать дверь, я не открывала. Требуя, что выйди, поговори. А у нас такая была, ну, принято было, что после концерта обычно уже отдыхаешь, потому что даже концерты были по многу. Не один, да. И в какой-то момент, когда я позвонила администратору, сказал, что так и так, у меня ломает дверь. Просто я слышу, что чем-то сильным бьет. Он сказал, ну, звоните в милицию. Я говорю, а как в этом городе, куда звонить? В общем, пока я соображала это все, звонить, падает дверь. Я только увидела огнетушитель, которым, видать, выбили дверь. И он в это время сработал. То есть было все в пене. Это кинезонографично вообще. Я услышала басом, который сказал, брось трубку, такая-то, такая-то. То есть услышали, что я звоню в милицию. Витку я успела, сестру свою, спрятать под кровать. Притом успела еще запихнуть шубу ей туда, чтобы на всякий случай не забрали ей шубу. Ну, в общем, в этой пене, в этом хаосе они, конечно, исчезли. Я стала рыжего цвета. И когда уже приехали, значит, естественно, вызвала-то была милиция. Они пытались у меня взять какие-то показания, естественно, их не дала. Но перестала говорить вообще. Я думаю. Не то, что я пытаюсь, а оно говорить не говорится. Ну, и нужно было на следующий день, значит, уезжать в другой город. То есть после того, как мы ночью не поспали, голоса не прибавилось. И на этом стрессе я решила, что пока я доеду, можно выпить коньячка. И пока мы приедем в следующий город, там уж какой, я не помню, я нормально, значит, отойду. Ну, тут-то остановиться было сложно все. Мне было очень обидно. Слезы-то все рыжие на мне. Волосы тут же покрасились. Я не знала, что так независимо могут покраситься волосы в рыжий цвет. Ну, естественно, пришлось отменять, потому что я была никакая вообще. То есть меня принесли в номер. В общем, это то, что называется форс-мажор. Форс-мажор, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.